Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой и смотрите в этом выпуске. Не торопитесь, предновогодняя спешка ведет к ДТП. ГИБДД предупреждает и просит всех сбавить скорость. Удмуртия попросила помощи у Москвы на 1 миллион тонн молока и дорогу до Камского моста. Что сказали в ответ, глава сообщил. Ижевск готовится поздравлять республику с Новым годом. Пример подали Боткинсы. Марафон на Удмуртии продолжается. Кубок России по сноуборду. Почему в Ижевск не приехал Олимпийц Вайлд и как без него выступила сотня лучших спортсменов России. Об антикоррупционном законодательстве и необходимости обсуждать ключевые нормативные документы с жителями республики сегодня шла речь на совещании при главе региона. Но прежде чем перейти к этому разговору, Александр Соловьев обозначил ряд тезисов, которые прозвучат в его докладе о положении дел в Удмуртии. Подробностью у Ксении Мороз. 20,5 тысяч малышей родились в Удмуртии за 11 месяцев этого года. На 85 больше, чем в прошлом году за тот же период. Демография станет одной из ключевых тем доклада о положении дел в республике. Его Александр Соловьев представит 29 декабря. Сегодня на аппаратном совещании прозвучали лишь некоторые тезисы. Почему-то у нас рождаемость населения снизилась на целых 6%. А вот в городе Ежеске, наоборот, она увеличивается. Но я думаю, что руководство города Ежеска здесь, хворить мы их сильно не будем пока. Но, по крайней мере, хочется сказать, так держать. Соловьев говорит и об открытии многофункциональных центров. К Новому году сдадут практически все. Это 32 МФЦ и 135 удаленных рабочих мест в деревнях и поселках. Этот указ российского президента Удмуртия выполнила, отметил глава региона. И поручил правительству в феврале-марте проверить, как работают новые центры. В них жителям Удмуртии должны предоставлять более 150 государственных и муниципальных услуг. Об эффективном взаимодействии с бизнесом через оценку регулирующего воздействия проектов нормативных актов, рассказывал министр экономики. За сложной формулировкой скрывается призыв к министерствам и ведомствам обсуждать с общественными советами ключевые проекты документов до того, как они будут приняты. Для этого, объяснял Михаил Зайцев, необходимо купить новый сервер и создать в интернете специальный портал. Отмечу, что портал необходим для эффективного взаимодействия с бизнесом, гражданским обществом и в первую очередь, как обозначил в своем послании Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимир Владимирович Кучин, укрепление доверия между бизнесом и властью. В завершение аппаратного совещания главный федеральный инспектор напомнил глава муниципальных образований, что 1 января 2016 года вступают в силу поправки в антикоррупционный закон, под действия которых попадают муниципальные депутаты и чиновники. Я напоминаю, что было предоставлено 3 месяца, соответствующим должностным лицам и депутатам избавиться от зарубежной недвижимости счетов. Работа ведется по линии правоохранительных органов, потому что называется без обид. Кто не спрятался, мы не им. Соответствующие антикоррупционные поправки должны быть внесены в региональные законы и муниципальные акты. Определен порядок работы комиссии по конфликту интересов. Пока, отметил Дмитрий Мусин, понимания сроков нет, особенно на местном уровне. Госсовет внести необходимые изменения в закон планирует 2 февраля будущего года. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». И сегодня же Александр Соловьев рассказал об итогах встречи с вице-премьером России Аркадем Дворковичем. Речь шла о сельском хозяйстве и строительстве дорог. Для республики это два важнейших направления, которые сейчас необходимо активно отработать в Москве и добиться финансовой поддержки со стороны федерального правительства. Мы уже в последнее время все больше и больше слышим о том, что Министерство сельского хозяйства России добилось дополнительных финансовых средств для села. И важно, очень важно нам не быть последними, а оказаться впереди. Я даже говорил о пилотном проекте. Опять то же самое, миллион тонн молока. Без денег никак мы этот вопрос не решим, а стоимость, примерная стоимость, это 15-17 миллиардов рублей. Что касается дорожного строительства, глава Удмуртии попросил у зампреда федерального правительства содействие в выделении денег на реконструкцию дорог Ижевск-Сарапул и Костина-Камбарка. Это 63 километра подъездных путей к мостам через Каму и Буй. Цена вопроса почти 5 миллиардов рублей. И деньги нужны уже в январе. Также Соловьев предложил Дворковичу в первом квартале Нового года провести в Удмуртии совещание по вопросам строительства дороги на Екатеринбурге и пригласить на него руководителей Росавтодора, Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Страшная авария случилась накануне. Видео нашей телерадиокомпании предоставили сотрудники ГИБДД. По характеру повреждения автомобиля понятно, что водитель выжить не мог. Это была молодая девушка, стаж вождения меньше года. На 31-м километре дороги Ижевска-Водкинск она решилась на обгон, но завершая его с управлением не справилась. Ее Тойота вынесла на встречную полосу прямо на машину Урал. После столкновения грузовик тоже вылетел навстречу и протаранил УАЗ Патриот. Водитель Тойоты погибла на месте, а водитель и пассажир внедорожника с тяжелыми травмами в больнице. Вновь обращаемся ко всеми без исключения участников дорожного движения. Строгое соблюдение правил, скоростные пороги уменьшить на загородных трассах и избегать совершения обгона на опасных участках. В Удмуртии появится отделение Российской гильдии межэтнической журналистики. Сегодня об этом было заявлено во время семинара по освещению межнациональных отношений в СМИ. Меня всегда поражала ситуация, когда удмуртские журналисты с самого первого дня существования конкурса «Смиротворец» всегда не было годы, чтобы они не были победителями. Мне кажется, что самое большое количество журналистов именно нашего конкурса по нашей тематике межнациональной живет в Удмуртии. Но при этом, очевидно, не было никакого пока желания как-то объединиться. Тем не менее, у нас сейчас внутри гильдии, мы уже настолько разросли, сейчас 25 отделений. В первую очередь в Ижевске при содействии Министерства национальной политики будет организована школа межэтнической журналистики. Задача школы научить корректно, вдумчиво и соблюдением этического кодекса журналиста публично вникать в сложную сферу межэтнических отношений. Региональное отделение гильдии возглавит мой коллега Константин Ишболдин. И сегодня также были награждены победители межрегионального окружного конкурса «Социальная реклама. Народов много, страна одна». И мне тоже посчастливилось оказаться среди награжденных. Акция «Рождественский подарок» завершилась в Удмуртии. Все, что собрали – сладкие подарки, канцелярские товары и настольные игры – Дед Мороз подарит детям, которые находятся на длительном стационарном лечении и не имеют возможности побывать на новогодних представлениях. Сегодня праздник пришел в детскую городскую больницу «Нейрон». Выходи! Мой друг отважен! Елена Джигараева – педагог из 34-го детского сада. Дед Мороз с необъятным стажем. Начинала с роли бабы-яги. Теперь волонтером исполняет новогодние желания малышей из детской больницы «Нейрон». Сейчас в детском доме около 70 воспитанников. Большая часть совсем малыши. Но и те, кто постарше, впервые видят новогоднюю елку и Деда Мороза. Воспитатели говорят, что новых впечатлений детям хватит до конца января. Вы ведь понимаете, что у нас учреждение не очень обычное. И дети у нас живут в группах, иногда не имея возможности выйти за стены дома ребенка. Поэтому любое мероприятие, которое проводится силами других людей, незнакомое, для них всегда большое событие, немножко радостный стресс, но скорее большее удовольствие и радость. Мы потом очень долго это вспоминаем. И дети вспоминают тоже. Детский утренник прошел при поддержке Российского детского фонда. Подарки малышам собирали целый месяц. Откликнулись не только организации, но и простые жители Удмуртии. У нас была объявлена акция «Рождественский подарок детям» с 25 ноября по 25 декабря. И вот наконец настал тот самый день, когда мы можем вручить наши подарки детям, которые находятся на длительном и продолжительном лечении в больницах в Удмуртии. Игры, куклы, заводные машинки и сладости. С мешком подарков и новогодней программой добровольцы уже завтра отправятся на следующий детский праздник. Елена Реверчук, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Счастья всем жителям Удмуртии пожелали воткинцы. Новогодний марафон от «Моей Удмуртии» путешествует по всей республике. Накануне мои коллеги побывали на родине Чайковского. Праздничное настроение в Удмуртии уже царит. Искренние поздравления горожане дарят не только друг другу, но и всей Удмуртии. С Новым Годом, Удмуртия! Мы, конечно, уже не верим в Света Мороза, но нам нужно обязательно верить в счастливое будущее и новое счастье. И тогда обязательно все сбудется. Боткинск, Удмуртия, поздравляем вас с Новым Годом! Студентам желаем закончить сессию на одни пятерки, ну и, конечно же, удачи в личной жизни. Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю любви, счастья, благополучия! С наступающим Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ну а завтра мои коллеги будут записывать новогодние пожелания в Ижевске на центральной площади в 16.00 у Ёлки. В среду мы отправимся к Сарапульчанам на дачу Башинина. Самые теплые и позитивные пожелания для родных, друзей и коллег от жителей республики прозвучат в новогоднюю ночь в эфире «Моей Удмуртии». Самая талантливая и известная в Удмуртии юная пианистка дала свой первый сольный концерт. Девочку зовут Анастасия Иванова, ей 13 лет. Музыкальным критикам эта информация известна очень хорошо. Так же, как и ее многочисленные победы на различных международных конкурсах. Гран-при «Вундеркинд» из Удмуртии берет, казалось бы, непринужденно. Но нам перед самым началом концерта девочка призналась, что чего ей это стоит. Пальчики юной пианистки порхают над клавиатурой. Фантазия Шопена – любимое произведение, и оно прозвучит на первом в ее жизни сольном концерте. О том, что время пришло для таких мероприятий, Насте сказали взрослые. Признанные педагоги, деятели искусств, месяц подготовки и последнее, как говорит Настя, обыгрывание перед сценой. Я хочу удивить гостей тем, что я буду играть концерт с оркестром. В соседнем кабинете оркестр тоже обыгрывается. Молодые музыканты – представители музыкального колледжа Удмуртии. Дирижер, за плечами которого 40-летний педагогический стаж, удивлен талантом солистки. Произведение, которое она выбрала, очень сложное. Она играет этот концерт, Синсанса II, он очень сложный, его играет и в консерваторике, и для учащихся в музыкальной школе, считает огромный успех. И я чувствую, что это, конечно, девочка в целом одаренная. В зале 9-й Ижевской школы искусств все меньше свободных мест. Приходят музыкальные критики и педагоги. О том, что на первом концерте будет аншлаг, мама Насте, конечно, мечтала. Но волнения были. К событию пришлось пошить и новое платье. Специально к этому концерту готовили это платье, потому что Настя за последний момент очень сильно выросла. И выросла из тех нарядов, которые только есть, поэтому пришлось постараться. Анастасия Иванова, встречайте. Салфеткой смахнуть пыль с клавиш, 3 секунды, чтобы настроиться, и 10-я саната Моцарта звучит. Волнуется за Анастасию ее педагог. К Светлане Морозовой девочка пришла в 5 лет. К 13 годам она стала победительницей различных международных конкурсов. Девочка играет в эпоху, когда классическое искусство вновь популярно. Причем не только в столице, но и в регионах. За последнее время как-то больше стал проявляться интерес к классической музыке, к академическим концертам. Новое, скажем, направление, в конце концов, не только шоу-бизнес, а вот именно классическая академическая музыка. Второй концерт Сен-Санса и Анастасия, и оркестр отыграли блестяще. Первый в жизни сольный концерт Анастасии Ивановой получился. И кажется, вундеркинду это дается легко. Но цена у успеха есть. Пять часов за фортепиано ежедневно. И не только. Мне приходится отказываться от подружек, от всего вот этого. Потом приходится мало гулять. Марина Баль, Юрий Дроздов, телеканал «Моя удуртие». В Ижевске поставили «Маугли» в Русском драматическом театре. Я повелитель чунглей, и сила моя со мной. Бойте волки, одежды мой. Режиссер спектакля Юрий Малашин говорит, это однозначно не стопроцентный киплинг. Зритель, конечно же, увидит знакомый сюжет и героев, а вот взгляд на историю и подачу материала авторские, которыми так славится русский драмтеатр. У нас волновала тема предательства, тема человека. И вообще, все мы одной крови, это для нас как бы лейтмотив спектакля. То есть люди иногда поступают как звери, а звери иногда как люди поступают. Поэтому все предательство и честь, оно как и в том мире, и как и в человеческом, имеет очень большое значение. «Ты вырастешь и будешь охотиться на Шуркана! Так же, как он охотится на тебя!» Сказку Маугли в театре хоть и называют детской, но получилась она глубокая и серьезная, а еще очень динамичной. Зритель увидит драки и полеты на лианах. А в цирк Юдмуртии поставили «Золушку» – новогодняя сказка по-новому. Цирковое шоу должно поразить не только ижевского зрителя. Билеты на него уже купили зарубежные гости. Все подробности у Анастасии Ритько. Новую цирковую программу открывали подружные вау-зрители. С первых секунд стало понятно, даже насмотревшимся на мировых звезд циркового искусства сегодня здесь будет интересно. На ижевской арене масштабная феерия. «Золушка» – это не традиционное новогоднее шоу, это мастерски поставленный спектакль. Здесь даже у животных своя роль, а номер вытекает один из другого. Мне вообще очень нравится эта сказка. И с детства, вот видимо, такие детские воспоминания об этом волшебстве. И мне очень хотелось вот этим волшебством поделиться с детьми, со взрослыми. В сложнейших номерах принимают участие более сотни артистов из разных уголков мира. Чтобы поставить это шоу, на ижевской сцене готовились год. Краили костюмы французские модельеры, московские художники разрабатывали лазерное шоу. И музыка тоже эксклюзив. 16 треков написал звукорежиссер цирка. На чайбе, наоборот, спала крепко, потому что приходится равно вставать, у меня маленькие дети. И поздно ложиться, потому что пишешь музыку. Спала крепко, но слилась музыка. Во сне все это проигрывало голове. Что-то, может быть, у меня во сне я родилась. Постановкой уже заинтересовались зарубежные продюсеры. На днях они приедут специально, чтобы посмотреть шоу. Но приглашенные артисты уже авторитетно заявили, в России такого еще не было. Было очень много артистов, высокопрофессиональных, как мне показалось. Были отличные костюмы и вообще ребенок в восторге. Мне понравились собачки. Больше всего они были такие озадорные, озорные. Было интересно на них смотреть. Мне понравились больше всего лошади. Они вообще крутые очень. Настроение действительно появляется новогоднее. Здорово. Новогодняя сказка на Ижевской арене. Все новогодние каникулы. На Чикирилле накануне выясняли отношения лучшие сноубордисты страны. На этап Кубка России в слаломных дисциплинах приехали почти 100 атлетов. Кому из них в итоге улыбнулась удача, расскажет Дмитрий Вороновнин. Сенсация со знаком минус грянула накануне соревнований. В Ижевске ждали звезду национальной сборной русского американца олимпийского чемпиона Вика Вайлда. Но тот Чикириллу предпочел итальянский бальцанок, где в эти дни проходит этап Кубка мира. Особенно огорчился кемеровчанин Даниил Школдин. Вайлд – его кумир. Именно Школдин стал героем Кубка России, выиграв медали и в супергиганте, и в гигантском слаломе. В чем особенность нашей Ижевской трассы? Насколько она коварна, опасна? Она больше полога, и не каждый может полога ездить. Надо уметь. Сложная трасса довольно. А вы как выходите из этой ситуации? А у нас примерно такая же гора в Таштаголе, только чуть-чуть больше крутого склона. Спортсмены говорят, Чикирильская трасса для сноуборда по сложности и коварству – вторая в стране. По качеству уступают лишь Олимпийской, Сочинской, а потому каждую зиму на соревнования в Ижевск всегда приезжает солидный десант атлетов. На сей раз их собралось почти 100 из 15 регионов России. Москвичка Юлия Барундукова завоевала золото в слаломе, теперь будет с удовольствием вспоминать о Чикирилле. Мне Ижевский склон нравится здесь. Всегда очень интересные трассы ставят разные. С слалом, когда у нас дисциплина слалома, здесь трасса длинная входит, и вполне интересно соревноваться. За два дня соревнований атлеты разыграли четыре комплекта наград. Больше всех золотых медалей досталось красноярцам, в том числе и в последней дисциплине, параллельном супергиганте у женщин, который запомнился невероятным спуском Алены Сафоновой. Она даже установила рекорд Чикирильской горы в этом виде сноуборда – 35,06 секунды. Снег идет, портит все, мягко. Так все хорошо. Но падений сегодня много было? Нет. На счету хозяев турнира медалей в этот раз не было. Зато удмуртские сноубордисты удостоились добрых слов от тренеров национальной сборной за старания и прогресс. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». О других новостях спорта мои коллеги расскажут далее. У меня на этом все. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова